МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В области самолечения был посвящен брифинг главного врача детской поликлиники номер один Сергея Штанько, который он провел для представителей таганрогских средств массовой информации. Поводом для встречи с журналистами послужила тревожная информация о тяжелом протекании респиратурных заболеваний у детей раннего возраста в Ростовской области. Так, по данным Министерства здравоохранения региона, за 9 месяцев с начала этого года в области зарегистрировано 5 летальных исходов у детей раннего возраста. Причем во всех этих случаях отмечалось позднее обращение родителей за медицинской помощью. Мы рады, что в нашем городе таких исходов нет. На сегодняшний день все благополучно. Эпид-порог мы не перешли пока. Просто идет сезонный рост заболеваемости и вирусными инфекциями. Но считаем, что в преддверии эпид-сезона необходимо все-таки нашим жителям дополнительно напомнить о том, что такое вирусная инфекция, как с ней бороться и как можно ее избежать. По словам Сергея Штанько, в настоящее время от гриппа привиты более 10 тысяч маленьких пациентов детской поликлиники номер один. Прививка вакцины, разработанной с учетом ожидаемых в наступающем эпид-сезоне штаммов гриппа, является единственным на сегодня средством специфической профилактики гриппа. Первоочередные симптомы гриппа – очень высокая температура, которую трудно снизить жаропонижающими средствами, сильная головная боль и боль в мышцах и суставах. Катаральные явления – кашель, насморк и боль в горле – появляются при гриппе уже во вторую очередь. И вакцинация еще продолжается. Хочу напомнить, что для выработки иммунитета необходимо минимум две недели. Поэтому, если кто-то по каким-то причинам не смог привиться, когда проходила вакцинация в образовательных учреждениях, в школе, в детском саду, еще не поздно, можно обратиться в поликлинику по месту жительства и получить вакцинацию. Кроме того, в календарь прививок теперь входит вакцинация от немококовой инфекции, вызывающей такие опасные заболевания, как пневмония, отит, менингит. В прошлые годы эта прививка делалась лишь по показаниям. В этом году в городе есть достаточное количество вакцин от пневмокока для проведения массовой вакцинации. Эта прививка необходима часто болеющим ослабленным детям, у которых нередки бактериальные осложнения после перенесенной вирусной инфекции, подчеркивают педиатры. Детские врачи в очередной раз напомнили всем родителям о том, что нужно делать при первых признаках респиратурного заболевания у ребенка. Обеспечить ему постельный режим, обильное питье и вызвать врача. При температуре ни в коем случае нельзя растирать ребенка спирта с содержащими растворами. Спирт проникает в детский организм через кожу и может привести к отравлению. Допускается лишь обтирание водой, а прием жаропонижающих лекарственных препаратов по назначению врача. В наши дни проблема подростковой наркомании и алкоголизма переросла в глобальную беду всероссийского масштаба. Поэтому немаловажное значение в современном обществе приобретает профилактика вредных привычек. Цель мероприятия, которое прошло в центре внешкольной работы города, показать глобальный характер проблемы, используя научные данные, наглядные видеоматериалы, еще опыт и мнение профессионалов в борьбе с этим злом. Кто знает цену своей жизни, а кто бы смог, не думая, отдать ее? Наверное, таких людей не найти. Каждый дорожит своими близкими, своей жизнью и беспокоится о ней. Цель мероприятия – показать глобальный характер проблем курения, алкоголизма, наркомании, используя научные данные, наглядную агитацию, видеоматериалы в борьбе с этими пороками. Клуб «Патриот» при центре внешкольной работы традиционно проводит цикл программ «Учись, говорить, нет». Эти программы посвящены вредным привычкам, и особое внимание мы уделяем, конечно, глобальным пагубным привычкам – это алкоголизму, наркомании и табакокурению. Также мы проводим тестирование психологами центра внешкольной работы, и сразу же по горячим следам определяем уровень здорового образа жизни, находящихся в зале. Это очень интересно. Ребята активно подходят к нашим программам, принимают активное участие, высказываются. И мы думаем, что на будущее у них уже есть свое мнение, и они станут по-другому относиться к окружающим людям, к окружающей обстановке. Потому что мы говорим, что мало того знать об этом, но еще нужно быть неравнодушным и видеть, что творится вокруг, и учиться говорить «нет». Очень важным представляется в профилактических мерах то, что педагоги взаимодействуют с наркологической службой, соответствующими подразделениями Министерства внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних. У нас при храме работает центр трезвения, есть врачи-наркологи, психологи. И я своими глазами постоянно вижу наркоманов и алкоголиков, практически каждый день. Причем приводят новых, обычно их приводят, когда уже никто им помочь не может. Естественно, одна надежда остается на церковь, на Бога. Так вот, хочется прийти к вам, когда вы еще ничего не пробовали, я надеюсь. И хочется вас как-то предостеречь, чтобы потом вы не пришли к нам. Понимаете, да, для чего мы с вами сегодня общаемся? Организаторы этой встречи подобрали очень впечатляющий материал. Замечательный фильм, по содержанию глубокий, жесткий текст, которого не оставляет выбора. Здоровая жизнь или ранняя смерть. Хорошая профилактическая работа среди подростков дает ощутимые результаты, если она проводится вовремя, вот в таком возрасте. Необходимо дать подросткам возможность самостоятельно размышлять, делать выводы, принимать твердые решения. Все выступающие перед таганрогскими школьниками говорили, пусть зло пройдет мимо вас, а вашим другом станет здоровый образ жизни. «Новые голоса» – так назывался городской конкурс вокального искусства, который стартовал в Таганроге. Проводится он в нашем городе уже в шестой раз. Участие в нем могли принять все, кто любит песню. Конкурс этот молодежный – единственное условие ограничения по возрасту. Его участниками могли стать певцы не старше 40 лет. Поддержку конкурсу «Новые голоса» оказали Управление культуры Таганрога и Гордыка. В конкурсе могли принять участие как отдельные исполнители, так и вокальные коллективы. Возраст участников конкурса – от 16 до 40 лет. В таких конкурсах участвую достаточно часто, в основном в номинации авторской песни. Я считаю, что такие конкурсы дают молодежи современной развиваться, подниматься на более высокие ступени. Приглашаются профессиональные члены жюри, которые очень добротно оценивают каждого исполнителя в отдельности. Сегодня я буду исполнять свою авторскую композицию «На берегу моря» от фортепиано. В жюри известные люди, которые отдали вокальному и хоровому пению не один десяток лет. Известные музыканты. Возглавляет эту неподкупную команду преподаватель Таганрогского пединститута имени Чехова Нона Помаскина. Она рада, что у молодых есть возможность заявить о себе. Но не все, что происходит сегодня с нашей песней, ее как практика, приводит в восторг. Мне приходится быть много лет уже членом жюри и инвалидов, и старшего поколения. Вот недавно был замечательный конкурс, я считаю, который для пожилых людей был, который открывал наш хор Таганрогского института. И вот сейчас молодежь включает. Мне кажется, что это очень положительный фактор в этом смысле. Очень хорошо, что много очень талантов раскрывается благодаря вот этим конкурсам, которые дети, взрослые, потом тут едут на международные, на всероссийские конкурсы. Может быть, это даже своего рода первый шаг к тому, чтобы двигаться дальше, чтобы этих детей замедлили, чтобы этих пожилых людей замедлили. Я считаю, что это очень положительный фактор. Но при всем при этом огромное количество конкурсов, кстати, влияет и на качество их. Потому как мне кажется, что сейчас, будучи даже на концертах любого рода, очень мало исполняются классики, пропадает фольклор. Как раз среди пожилых людей это еще сохраняется. А вот молодежь не очень. Но мне кажется, это не от того, что молодежь не любит народную песню, а от того, что просто сейчас это какое-то упущение на большом, на государственном масштабе, как мне кажется. Конкурс проводился по номинациям «Академический народный эстрадный вокал». Он подразделялся на сольное пение, дуэты, трио, ансамбли. Авторская песня была представлена на фестивале, где слова и музыка требовали собственного сочинителя. Интересная и пока еще не очень развитая номинация «Джазовый вокал». Жюри отсматривало солистов. И специальная номинация «Времена года». Как-никак, год экологии заканчивается. Ну а тем, кто в этом году по каким-либо причинам не сумел заявить о себе в конкурсе, его устроители и жюри говорят, петь никогда не поздно. Приходите, дерзайте и пусть победит сильнейший. В детской библиотеке имени Горького прошел литературно-музыкальный праздник «Таганрог талантливый», посвященный 80-летию Ростовской области. Его особенностью был тот факт, что в концерте приняли участие маленькие представители разных диаспор «Таганрога». Гостям праздника была показана красочная видеопрезентация об истории, культуре, традициях, праздниках и искусстве. Дети узнали об истории возникновения Ростовской области, уникальной культуре, народов, которые населяли наш многонациональный Донской край. А как можно сблизиться, только узнав как можно больше друг о друге, о культуре, о традиции и о том, какие народы проживали в древности, какие сейчас проживают в нашем краю. Ребята узнают об истории возникновения Донского края, о том, какие народы первые проживали здесь. Самое первое название было Танаис, потому что река Дон называлась река Тана. Позже наш край назывался по имени племен, которые проживали в наших местах, Скифия, Скифия, Сарматия. Также называли за необъезженность, неосвоенность наших мест, называли наш край диким. Позже стали называть край казачий. И в более современное время, в 20 веке, сначала наш край назывался Азово-Черноморский, а потом Северокавказский. И только 13 сентября 1937 года этот день стал днем рождения Ростовской области, когда были разделены эти края и образовалась Ростовская область во главе с областным центром, городом Ростов-на-Дон. У каждого народа есть свои сказки, а в сказочных историях – описание традиций, быта разных стран. Сказка – это кладезь народной мудрости, поэзии и веры в добро. Именно поэтому работники библиотеки собрали интересные книжные выставки. Благодаря обширному библиотечному фонду на них были представлены интересные издания, народные сказки, легенды, научно-познавательная литература. Обращение к народной традиции не случайно. Наши предки учили детей любознательности, смекалки, викторины, загадки разных народов, вовлекли в тему ребят разного возраста. Зажигательные танцевальные номера были представлены армянской общиной на Ире. Русские народные песни прозвучали в исполнении шоу-группы «Звезда» из молодежного центра. Папури на тему еврейских песен исполнила Татьяна Медведовская. Грамотами были отмечены общественники диаспор, которые помогают проводить в детской библиотеке интересные мероприятия. Дарят ребятам подарки и книги. Ведь мы делаем общее дело, поддерживаем семейные ценности, учим жить мирно и верить в победу и добро. Старейший художник Таганрога Николай Левада пригласил горожан и гостей на свою персональную выставку. Открылся вернисаж в залах художественного музея, где в его фондах находятся 38 произведений живописца. Многогранный талант Николая Левады раскрылся в различных жанрах. На выставке представлены пейзажи, портреты, фантазийные работы мастера. Николай Николаевич Левада в очередной раз удивил своих поклонников и знатоков живописи. Его картины узнаваемы им свойственно повышенная декоративность, какая-то мажорность, колористическая гамма. У его полотен хочется постоять и подумать о замысле мастера. У живописца Левады много общего с Левадой, театральным художником. Эта особенность придает его произведениям яркость и неповторимость. Много таких вещей, связанных с моей биографией. Даже вот эта вот вещь у меня там, это вот Дикое поле. Это вот как раз те места, где вот наш юг, Дикое поле с древних времен. И это считается моя родина. И тут в этом пейзаже, там есть два скифских кургана. Вот я родился точно под такими курганами у нас в деревне. Это у нас там хутор. И вот я родился. И вот я в этом пейзаже это все-таки сделал. Но это мои края, где я вырос, где я состоялся как человек, как художник. Такие есть у меня вот я там выписал. Пересвет и ослабляет. Это тоже наша история. А вот написал вот строитель Таганрогов Петр Первый. Со своими строителями, которые ему помогали, следили за всем этим делом. Ну, как оно получалось. И, естественно, у меня это все идет от театра. Я 30 лет пришел служить мне на театре. И много там работал. И, наверное, занимался живописью. Живопись она у меня как бы сидит. Выставка ретроспективна. В зале есть полотна и конца 90-х, и начала 2000-х, и совсем свежие работы. Николай Левада – большой труженик. Работает он много и плодотворно. Ежедневно проводит часы в своей мастерской у Мольберта. Николай Николаевич Левада – участник многих престижных художественных выставок. Его произведения находятся в коллекциях российских музеев, а также в зарубежных собраниях. Его любит и знает таганрогский зритель, который запомнил его еще по работе в Чеховском театре. Летти, определенный этап жизни – это немало. Мало того, что мы родились в Краснодарском крае, землетиво, в Гулькевичском районе, в деревне Явка, в Щелковском районе. Мало того, что это еще и начали в один год в Таганрогском театре работать. Я о двух только спектаклях скажу. Это первый его спектакль «Три сестры» в 70-м году. В этих декорациях Николай Николаевич принимал труппу, которая праздновала 25-летие курса Белокурова и Мартьяновой. Они играли «Три сестры» в декорациях Левады. А второй спектакль, который он победил на всероссийском, на всесоюзном конкурсе сценографов, это был спектакль, посвященный 25-летию победы на фашистской Германии. По пьесе Васильева в списках не значился. Если кто помнит в зале, это удивительный, выстроенный до вельху, до самого по всему зеркалу сцены Брестская крепость. Почитатели таланта Николая Левады желали мастеру здоровья и дальнейшей плодотворной работы, а еще почаще устраивать персональные выставки. Ведь у художника много этюдов, на которых родная донская природа, милые узнаваемые места. Николай Левады задает вектор творчества всем таганровским художникам. На него равняется, его мнением дорожат. Ведь не даром художник Левады много лет возглавлял городскую организацию Таганровского отделения Союза живописцев России. Для всех желающих вернисаж открыт и ждет всех, кто любит настоящее искусство. Смотрю, надо осмотреться на эту выставку, посмотреть, куда идти дальше. Да много таких вещей, бывают такие неожиданные, неожиданные просто. Вещи, которые просится на холст, что-то хочется написать. А много тут есть пейзажей, но пейзажи там у меня больше этюдного такого плана. У меня была вот тоже недавно выставка этюдов моих, которые тоже у меня там накопились за несколько лет. И из этих этюдов там написал я несколько пейзанов. Для чего это делается? Это просто надо самому посмотреть на себя со стороны. Тогда за этот промежуток времени что-то накапливается. Получается выставка и уже какие-то критические отношения к этому делу свое. Ты уже знаешь какие-то ошибки, куда дальше идти. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Еще раз хочу напомнить, что все наши информационные выпуски вы можете пересмотреть на сайте www.taganrog.tv.ru Субтитры сделал DimaTorzok